Дорогие друзья, ну прежде всего я хочу вас всех, присутствующих здесь, поблагодарить за ту поддержку, которую в течение прошлого сезона вы оказывали нашему клубу. Начиная от первого матча и заканчивая финальным поединком, и может быть последними матчами, совершающими матчами прошлого сезона. Многие из вас были на стороне нашего клуба, и еще раз вам огромная благодарность. Ну начинается новый сезон, новые задачи, новые, наверное, цели, которые нам предстоит достичь. И еще раз повторю, все это делается вместе с вами. Я хочу представить тех, кто сегодня на нашей пресс-конференции, генеральный директор нашего клуба. Стоценко Валерий Николаевич, главный тренер у нас здесь, Хаклов Дмитрий Валерьевич, и Андрей Аршавин, здесь футболист, который пополнил ряды нашего клуба. Ну, наверное, пару слов, Валерий Николаевич, вам, за открытие и обращение, может быть, к журналистам, которые здесь присутствуют. Ну, я хочу тоже всех поздравить с началом нового, преддверий нового сезона. Значит, ну, наверное, большие перемены, может быть, как-то вас немножко встревожили. Ну, я думаю, и с приходом Дмитрия Валерьевича, потому что это наш воспитанник и кубанский, поэтому мы связываем большие надежды. Ну, и, естественно, конечно, с приходом Андрея Аршавина, и есть еще наметки на приход ряда игроков. Поэтому, значит, задача стоит только возврат к тем хорошим временам, когда Кубань вышла в Еврокубки. Других задач и целей у нас нет. Валерий Николаевич, я хочу дать вам маечку и в обстановке представить нашего новичка. Валерий Николаевич, я хочу сказать о том, что подготовительный период состоял у нас из двух частей. И в Словении, многие из вас знают, прекрасно прошла наша подготовка, были контрольные поединки, в ходе которых целый ряд молодых футболистов. Мы привлекали, наш тренерский штаб просматривался, следили за тем, как органично вливаются эти молодые парни и как себя чувствуют наши опытные футболисты. Ну и, собственно говоря, хочу напомнить формат нашей сегодняшней встречи. Во-первых, сейчас вы сможете задать вопросы, на которые ответят наши руководители, в том числе и наш футболист новый. Кроме того, у нас сегодня открыта тренировка в 6 часов, она вечера начнется, все мы можем присутствовать, снимать и также общаться в демократичной обстановке, и задавать какие-то вопросы, когда будет для этого возможность, не мешая, конечно, тренировочному процессу, после тренировки сразу. Ну и вот тот формат, о котором я сейчас сказал. Пожалуйста, я думаю, вопросы можно уже какие-то задавать, если... Пожалуйста, Михаил. Хотелось бы Дмитрия поздравить с назначением на пост, и в связи с этим вопрос, какие на сезон планы, и что требует от вас руководитель клуба, потому что всем понятно, что практически новая команда и новый тренер, которому надо и сыграться, команда и команде надо привыкнуть, соответственно, к вам. Коллеги, просьба представляться, потому что здесь новый состав у нас руководящий. Старейшая группа ВКонтакте в бане. С руководством клуба мы говорили на эту тему, и действительно будет обновляться команда. Естественно, она еще до конца не укомплектована. Ждем прибытия новых игроков. Об этом тоже мы уже неоднократно говорили. А так, помимо того, что сыграться, естественно, добиваться каких-то результатов, еще и воспитание молодежи подрастающего поколения. Вопросы, друзья, еще? Пожалуйста. Дмитрий Ильич, вы тоже попали подгадить с назначением. И не хотелось бы с тем задать вопрос. В прошлом году команда демонстрировала абсолютно два разных футбола. Приконтреют этот футбол по атакующей. И в случае первого футбол по шутболу. Но теперь, что такое футбол по футболу? Все будет зависеть от того, какие игроки у нас будут в обойме. Понимаете, нельзя строить полностью атакующий футбол, не имея в наличии квалифицированных игроков атаки. И так же и наоборот. Поэтому он будет однозначно сбалансированный. Не будет бесшабашной игры впереди и пустоты сзади. Все-таки постараемся сбалансировать. Но больше упор будет, естественно, сделан на комбинационный футбол. Я хочу напомнить о том, что тренерского штаба Дмитрий Валерьевич у нас. Ему помогает Михаил Афонин. Хорошо известный специалист, который работал с молодежью. И с рядом нашей команды другого уровня. Совсем Евгений Блотников, Павла Гарьян. Евгений Кифоров тоже фигура достаточно известная в нашем отечественном футболе. Как на уровне национальной сборной, так и наших ведущих клубов. Тут журналисты спортивные. Особенно объяснять никому ничего не надо по этому поводу. Плюс Аксен Папетян. Как же в тренерском штабе? Я просто напомню о том, кто помогает Дмитрию Валерьевичу в тренировочной работе. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста. Ершава Леонидов, Российская газета. Дмитрий Валерьевич, после чемпионата мира еще в Японии, Вы приходили тогда еще в «Российские звезды» и такую фразу произнесли. Конечно, в Кубани не играл, уже вряд ли буду играть. Вот пришли, но в другом качестве какие-то ощущения стали ли снова краснодарцем. Нет ли ощущения, что рано ушли из Динамо с последними событиями? Могли оказаться на месте Кобелева? Ну, во-первых, краснодарцем я не переставал быть. Все-таки это тот город, в котором я родился и вырос. Хотя я большую часть своей жизни провел мнению его. Ну, можно сказать, что это новый вызов для меня как тренера. И, естественно, всегда приятнее вернуться в тот город, в ту команду, которая тебе не предразлична. А то, что в Динамо происходит, у меня уже все мысли о Кубани. Сергей Апинькин, чемпионат фрук. У меня вопрос с Харшалином. Андрей, как вам кубанская жара после Питера? Да, не только в ноябре было. Привыкнете? Да, привыкну. Конечно же, очень жарко. Но, с другой стороны, это лучше, чем ползина. Кубань лучше, чем Питер. Ребята, вопросы как? Пожалуйста. Евгений Резник, Кубань 24. У меня будет револееричный вопрос. Прежде всего, в каком настроении к сезону подходите? Есть ли травмированные? Первый вопрос. И второе, если можно, чуть поподробнее по ходу новичков. Какие позиции требуют укрепления? И когда следующих гостей в этом смысле ожидать? Настроение двоякое, не буду скрывать. И есть проблемки. Проблемки, во-первых, связанные, в первую очередь, с лимитом. Все об этом говорили и сейчас продолжают говорить. Но сегодня уже принято решение, можно сказать, неожиданное для многих клубов. Естественно, в связи с этим возникают проблемы по комплектованию команды. Так, у ребят настроение боевое. Все, естественно, в предвкушении старта чемпионата. Есть небольшие микротравмы, но ничего серьезного у игроков не наблюдается. Друзья, кроме спортивных журналистов, есть и представители информационных. Я напомню, что целый ряд футболистов покинул наш клуб после завершившегося сезона. Среди Ники Велинбаков и Антон Сосин. Здесь у нас игроки, которые находились в аренде. Ещенко. Ну, я не всех перечисляю здесь. Из тех, кто у нас были на слуху, мы хорошо знаем. Еще ряд футболистов тоже покинули. Поэтому, действительно, процесс формирования клуба сейчас продолжается. И, как говорится, не последние, наверное, приобретения были здесь. Лев Коновов, «Канал Россия 2». Вопрос к Андрею Аршавину. Андрей, поздравляю вас с прибытием. Подскажите, пожалуйста, о деталях этого перехода. Когда возник интерес к вам, долго ли колебались? И какие факторы сыграли пользу вашего решения? Я не скажу, что это был длительный какой-то процесс. В принципе, была оговорена дата, когда мы встречаемся с губернатором Краснодарского края. Встретились. И после этого чисто технические процессы, которые происходили, они завершились ровно через неделю. Вчера я подписал контракт. Какие факторы побудили вас сделать выбор пользы Кубани, а не другой команды? Я не хочу сказать, что у меня было много вариантов, честно. Но они были. Но присутствие здесь Дмитрия Валерьевича повлияло на это. Пожалуйста, друзья, вопросы. Андрей. Дмитрий Валерьевич, вопрос по поводу нашего звездного новичка. На каком месте вы планируете использовать Оршарево? Он нападающий, если вы будете играть на планы защиты? Ну, это так же, знаете, как вопрос о докомплектовании команды. Я не хочу опережать события. То есть есть позиции, которые мы хотим усилить. И с Андреем мы тоже на эту тему говорили. И говорили так, как видим его. В принципе, у нас есть понимание. Но давайте все-таки дождемся еще несколько дней. И все, все, все увидят. В защите точно использовать не будем. Понятно. Женя, есть вопрос? Да, два вопроса. Андрей. Андрей, вот знаю, что в прошлом сезоне за «Зенит» вы играли под 10-м номером. Ваш любимый номер. Почему здесь вы играли 19-й? Насколько важен этот момент для вас? И второй вопрос. Ну, извините, не секрет, что вы не часто участвовали в играх за «Зенит» в прошлом сезоне. На сколько процентов оцениваете сегодняшнюю готовность? Думаю, что готов хорошо. Почему 19-й? Хотел 25-й. Потом хотел 10-й. Хотя не хочу, чтобы Кабаре уходил. Наоборот, всегда перед тем, как перейти, спрашивал, остается он или нет. Но из свободных выбрал 19-й. Отходительный ответ. Лёд, Лёд. Многие эксперты, рассказывая о вашем переходе, говорят, что Аршай может быть чрезвычайно полезен в Кубани, но в случае, если он достаточно мотивирован. Хотелось бы узнать немножко подробнее, в чем ваша мотивация, есть ли что и кому вам сейчас доказывать. Моя мотивация – это мое имя и любовь в футбол. Я хочу играть в футбол. Дмитрий Валерьевич, на сборах в Словении использовались пары опорных защитников и разные сочетания. Кто сейчас находится в более темальных кондициях? У Рабио понятно. В каком состоянии Кабаре и кто из российских? А мне во все-таки лучших кондициях перед началом ситуации? Ну, вы правильно сказали, как бы, Рабио действительно находится в очень хорошем состоянии, функциональном, в игровом тонусе. А другие игроки, мы практически все, кто у нас был, использовали на этой позиции. Но чисто опорника, как такового, на данный момент нет. Лисов пропустил последнюю игру из-за небольшого повреждения. Вот еще есть неделя, чуть меньше, до игры. Вот как раз и будем определяться с этой позиции. Михаил, есть, да? Да. Дмитрий, хотелось бы узнать, как вы оцениваете итоги сбора. Потому что, с одной стороны, Ваня не выиграла ни одного матча. С другой стороны, я смотрел трансляцию матча с Болинбором. Последние 20 минут так уж получилось. И то, по качеству увиденного, я остался очень удивлен. А в треку, в очень хорошем впечатлении от того, что я видел. То есть, был футбол уровня вики чемпионата. Хотелось бы услышать вашу мнение. Не конкретно по этому матчу. Я понял, да. Но сборы, во-первых, проходили немножко скомканно. Потому что мы сначала ждали группу игроков, которые были заиграны в сборных. Все приехали в разном состоянии. И приходилось варьировать составом. То есть, чтобы дозировать нагрузку для игроков. Чтобы не перегрузить их. Плюс, не всегда это получалось. К примеру, крайние защитники у нас всего по одному человеку на этой позиции. И, не помню, по-моему, во второй игре, нет, в первой игре, у нас во втором тайме в линии защиты номинального защитника ни одного не было. То есть, мы использовали игроков из средней половины поля, полузащитников. Но, опять же, повторюсь, это все было ради того, чтобы определенную нагрузку игроки получили, не перегружая свой организм. Еще один вопрос. Кубани за редким исключением, на мой взгляд, как болельщика, и, не знаю, что мою позицию очень многие поддерживают. Всегда была беда со стандартами, с их исполнителями, в частности. Как Вы собираетесь решать? На стандартах я глубоко убежден, что штрафные удары, прямые штрафные удары, это больше, наверное, природное. Можно подтягивать, тренировать, совершенствовать, но если человеку не дано исполнять стандарты, он никогда в жизни его не научится пробивать. Угловые, розыгрыши, это все можно наиграть. Над этим будем работать. Просто всегда, когда у Кубани что-то не получается, вот в этом линии, всегда было видно, почему же не разыграть, почему же ударить их никуда. Есть игроки у нас, Ткачев забил со стандартов, несколько неплохих, опять же, стандартов в его же исполнении было, поэтому есть кому эти стандарты исполнять. Но, повторюсь, над розыгрышами тоже будем работать. Дмитрий Валерьевич, продолжая тему, которую сейчас здесь затронули, целый ряд молодых футболистов был использован. Кроме того, возможно, не все знают, что у нас в сборной под руководством Камуки, в полуфинальную часть чемпионата Европы вышла наша сборная страны, и в составе этой команды тоже, во-первых, в качестве кандидатов целая группа была футболистов, и сейчас защищает Норисов и Якуба. Вот, Дмитрий Валерьевич, в какой мере Вы присмотрелись к молодым футболистам, в какой мере Вы будете использовать тех ребят, которые на высоком уровне защищают цвета нашей страны даже? Ну, все, кого нам предлагали посмотреть, мы просмотрели, остановились на нескольких кандидатах. Плюс, Вы правильно сказали, мы ждем ребят возвращения из сборной. Наверное, эти игроки, если будет появляться кто-то новый, перспективно, мы всегда, естественно, будем давать шансы. Понятно, что Вам досталось решение проблем еще прошлогодних, которые накопились. Одна из них, это отношения с фанатами, понятно, какие они были в последнее время. Какой-то диалог уже начался или будет происходить в этом отношении? Ну, с фанатами занимается наша служба безопасности, знаете, Татарин Валерий Васильевич. Я думаю, что, наверное, и фанаты ничем не отличаются от простого болельщика. И в какой-то степени им нужно иной раз более корректно себя вести и по отношению к футболистам, и по отношению к сопернику, и по отношению, наверное, к тем болельщикам, которые сидят рядом с ними на трибунах. Поэтому, я думаю, мы найдем все компромиссы, но я еще раз говорю, они такие же болельщики, как и все остальные. Мы готовы с ними сотрудничать, готовы оказывать какое-то там, значит, и содействие, и помощь. Я понимаю, что это люди, которые едут за тысячу верст, там, за 10 тысяч верст, значит, и когда мы были в первой лиге, они ездили с нами и в Хабаровск, и во Владивосток летали, и добирались как-то автостопом. Вопросов нет, значит, ну, еще раз говорю, нужно как-то им более корректно относиться, ну, ко всем, что вокруг на стадионе. По вам, Валерия Николаевича, хочу также добавить, что сейчас представители движений, фан-движений будут представители, мы сейчас начинаем этим заниматься, более открытый характер отношений у нас будет, уже мы начинаем его реализовывать, этот характер отношений. И информация из первого пуста будет поступать тем людям, которые будут представлять фан-движения, чтобы не получалось так, что действительно домышляется что-то, какие-то догадки, все будет вовремя и в полном объеме информации. Пожалуйста, Лев, еще вопрос. Вопрос к Валерию Валерьевичу. Было ожидание вашего первого домашнего матча с Уралом, и накладывайте куда-то подопреку тот факт, что вы в этой очереди были на сцене? Ну, естественно, от этого никуда не денешься, об этом многие говорят, и не надо, мне кажется, этого скрывать или бояться, но настраиваться. Первый домашний матч, кроме победы, ни на что другое настраиваться не будет. Пожалуйста, вопрос. Валерий Николаевич, вопрос к вам. Ну, болезнь, например, в прошлом сезоне, по поводу финансированных, сейчас все в порядке, но вообще на сезон не будет. И где больше? В постоянном округе у них происходит, что команда разваливается, что команда будет финансироваться, что ли по этой финансировке? Ну, я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что и в прошлом сезоне, наверное, ни футболисты не ощущали каких-то там проблем с финансированием. И надеюсь, что и в этом сезоне проблем не будет. Пожалуйста, опрос. И еще, если позвольте, по одному вопросу Андрею Вадееву и Дмитрию Валерьевичу. Дмитрий Валерьевич, не по-долгости, хотя бы с вопросом по поводу молодых игроков, вот в ряде матчей Таретник, в защите молодой, играл. Насколько конкретно вы довольны? И считаете, что этот игрок может в ближайшее время уже войти в основной состав команды, стабильно играть? Или на этой позиции хотел бы увидеть кого-то более опытного и ценного? Ну, Анна Панкратиева звенит кому-то. Каретник, в принципе, игрок очень одаренный, с хорошими данными и с хорошим потенциалом. Единственное, он сейчас на 100% функционально еще не готов. Так могу сказать, что и Коноваловым, и Каретникам, то есть те ребят молодые, которые участвовали с нами на сборах, довольны. Я думаю, что у них при должном отношении хорошее будущее. Можно сказать, что они будут, хотя бы, на первом параде, входить в основную обольную клубу? Естественно, будут входить и все в дальнейшем зависит от них. Я неоднократно говорил, могу повторить, если будут сбавлять себе требования, их в основной команде не будут. Если будут продолжать так же трудиться, как сейчас, добро пожаловать. Спасибо. И Андрей Рашавин, вопрос. Андрей, если позволите, более подробный вопрос. По мотивации вы уже сказали, но есть ли какие-то глобальные планы на среднесрочную перспективу? Многие говорят, что вас многие хотят видеть в сборной, в будущем. Как вы относитесь к этой теме? В ближайшем 1-2-2 минуты? В плане тренера уже хотят видеть? Нет, а как в плане игрока. Насходим в этом смысле. Я бы, честно, начал бы с первого. Давайте я начну играть здесь. Надеюсь, что буду радовать болельщиков. А потом уже новый тренер, если захочет видеть, он меня выставит, не захочет. Михаил. Андрей, еще один вопрос. Как принялись в команду? Насколько взаимопонимания с подвигатами? В столовой не нашел. Вчера молодые все тут подмели. И даже мне не удалось поужинать. Я просто, честно, первый тренировок сегодня первый раз. Один с помощниками главного тренера. Поэтому вы увидите, как я буду вливаться онлайн. Сегодня моя первая тренировка с командой. Отлично. Пожалуйста. Андрей, вы, наверное, видели, как нас поддержали. У вас и Александра, болельщики, ностальгене после этого, после этой поддержки по Питеру. Понимаете, у меня очень много чувств разных было и есть, и остаются. И всегда, наверное, останутся по отношению к «Зениту», потому что я там провел очень много времени. Но, я не знаю, самые большие переживания, они, я думаю, уже позади. Поэтому сейчас я хочу, в принципе, абстрагироваться от этого и сфокусироваться на Кубани. Но то, что болельщики, ну, сделали, конечно же, это приятно и мне, и Александру. Но Александр, в принципе, еще не ушел, он остается игроком «Зениту». Коллеги, напомню, что у нас вторая часть сегодня есть, тренировка открытая, и там она тоже предусматривает послематчевое общение. Но есть ли еще один вопрос, перед тем, как мы, допустим, футболистов готовится, тренера готовится? Пожалуйста, вопрос. Ну, эту тему я пока не хочу комментировать. Команда интересуется многими игроками, поэтому давайте оставим пока это за рамками нашего разговора. Очень делегатные процессы, вы знаете, в трансферной политике всегда, поэтому мы забегаем вперед. Пожалуйста, Италия Савинова. Я был у него всего на одном сборе, в принципе. Я думаю, нет сомнений, что он квалифицированный и большой тренер по мировым меркам. Но вот, что касается отставки, я к этому никакого отношения не имею. Это решение РФС или тех людей, которые его назначали. Есть человек, который очень много может всем у нас рассказать. Это Щеткин. Игорь, пожалуйста, Игорь. Все вы меня тоже представили. Андрей, ну вот, исходя из интервью, которое сегодня вышло в «Экспрессе» с Андреем Валерьевичем, выясняется, что у вас был серьезный разговор по телефону, где вы спрашивали именно по составу Кабаре. Просто интересно, какие футболисты вас интересовали в этом разговоре? Кого вы хотели обязательно видеть здесь? Меня интересовал Кабаре, в первую очередь. Потому что я считаю, что на данный момент он самый сильный игрок этой команды. И все, да? И еще? Ну, в принципе, по остальным не было никакой информации, что они уходят. Поэтому, в принципе, я не спрашивал, потому что понимал, что, значит, они в команде есть. Спасибо. Валерий Николаевич, а к вам вот такой вопрос. Ну, вот Вячеслав Тимофеевич представил генерский штаб. Можете вы и свою команду представить? То есть кто у нас будет технический директор, кто спортивный, кто заселительный, кто отвечает? Кто будет свою команду представить? Пока не могу. Спасибо. В процессе все у нас происходит. Валерий Николаевич приступил к исполнению своих обязанностей буквально накануне. И еще время для этого, я думаю, есть у нас и у всех. Значит, Влад, последний вопрос, дорогие. Вообще, Владислав, портал Росфутболу, вопрос Андрея Оршанова. Андрей, ну сейчас очень много чиновников говорит о лимите, на сколько должно быть россиян, то 10 плюс 15 на заявку, то 6 плюс 5 на матч. Ну, мы не слышали мнения игрока, в общем-то, квалифицированного. Можете высказать, что игрока с российским паспортом, на ваш взгляд, лимит вообще нужен, какое-то ограничение? Я вообще против лимита. 10-15 был самый оптимальный вариант. Но будем играть в 6-5. Для российских игроков это фантастика. Друзья, я хочу нашу, вот эту встречу, нашу беседу закончить тем, с чего я, собственно, начал. От вас, дорогие друзья, очень много зависит в судьбе футбольного коллектива, который представляет нашу Кубань. И спасибо вам еще раз за ту работу, которую вы делали, делайте и будете делать. Спасибо, что вы рядом с нами. Спасибо за участие в этой пресс-конференции. Вторая часть у нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.